Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Я думаю, сейчас наши гости будут интересны женской половине, потому что мы будем говорить о модных тенденциях этого лета. Сегодня в нашей студии настоящий дизайнер сидит очаровательная Лена Максимова. Немножко такой информации я бы хотела. Петербургский бренд концептуальной одежды. Это Лена Максимова, основанный в 2014 году. А Лена родом из Якутии, является активно практикующим дизайнером с 2006 года. На данный момент Лена проживает у нас в Питере, в культурной столице. Доброе утро, Лена, еще раз. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша фэшн-жизнь? Во-первых, спасибо большое, что пригласили на эту прекрасную передачу. У меня на самом деле нет какой-то романтичной истории. Типа я нашла там сундучок со швейной машинкой и начала тут же шить. Нет, такого у меня нету, хотя журналисты очень жаждут такой истории. Но, тем не менее, я считаю, что моя история очень правильна. И я считаю, что мой путь, это вот именно мой путь. Ну как, наверняка все началось с рисования, да? Да, началось это, наверное, в девятом классе. Если я не ошибаюсь, училась я в деревне. В Тюньгу-Люнской обши-образовательной школе ходила в художественную школу. И в девятом классе, наверное, я первый раз открыла глянцевый журнал. Я помню, ВОК или Базар у нас лежал дома. И я там первый раз, наверное, узнала, кто такой дизайнер. Тем не менее, я параллельно занималась легкой атлетикой. И у меня были хорошие показатели. Но, тем не менее, я родителям сказала, что я хочу связать свою жизнь именно с этой профессией. И, наверное, вот точкой отсчета именно этот период, наверное, был. Поехали в Питер, там отучились по всей грятости. Да, я не сразу поехала в Питер. Я училась в Новосибирской архитектурно-художественной академии. Шесть лет на специализации дизайн-костюма. И потом уже переехала в Петербург и обосновала там свой бренд. Вот как раз-таки о бренде. Сейчас наши телезрители могут лицезреть замечательные одежды и творения Лены. Лена, как зародился ваш бренд? Насколько это было сложно? Как? Конечно, было сложно, потому что я после окончания вуза не понимала, как приспособить свою профессию именно в жизнь. Потому что дизайнер, это все-таки как бы пять лет назад, это было такое что-то новое. И многие молодые дизайнеры до сих пор не понимают, как вообще в принципе сейчас работать и так далее. Но тем не менее, с помощью, как сказать, опыта, проб и ошибок, я сейчас прекрасно существую, так скажем. И впереди, я думаю, у меня еще много проектов и свершений. Ну вы, да, действительно участница многих конкурсов, да? Да, да, да. Различных победительниц. Но сейчас нашим прекрасным дамам наверняка будет интересно услышать именно от вас, что модно этим летом. Лето вот только началось, еще, конечно, оно у нас короткое, но все-таки хочется выглядеть в самой красивой. Что касается трендов, тренды у нас, если смотреть глобально, да, сейчас очень преобладает стиль восьмидесятых. Это объемные плечи, это объемные вещи, плюс очень много цветочного принта, очень много прозрачных тканей. Можно сейчас сочетать, допустим, какие-то блузы прозрачные, там, и сверху тоже прозрачные. В общем, если говорить о тенденциях, нужно брать что-то свое оттуда. Как бы не все подряд, да, копировать то, что вы увидели в интернете, а именно почувствовать, подходит этот тренд вам или нет. Потому что у всех фигура и темперамент разные, поэтому нужно к этому очень серьезно подходить. Относиться, да. А какие цвета актуальны? Вот помимо цветочных? Цветочных. Кроме таких ярких пестрых принтов, сейчас в моде оттенки розового. Так скажем, 50 оттенков не серого, а розового. Начиная от постельных тонов, заканчивая фуксией. Можно эти же розовые цвета сочетать с красным. Это очень сейчас актуально. И, допустим, сейчас выходит, наверное, желтый такой цвет. Он очень сложный, но, тем не менее, если красиво сочетать с какими-то аксессуарами, это может выглядеть очень даже симпатично. А что касается аксессуаров? Так, что касается аксессуаров? Какие броски, большие, наоборот, напротив? Ну, вот я, наверное, выделю один тренд, который мне очень нравится. Это массивные аксессуары, именно бижутерия, сережки. Они могут быть разные. Не обязательно они могут быть одинаковые. Они могут только быть на одном ухе, можно так сказать. Да, это очень так писк, можно сказать, сейчас. И, ну, сумки. Сейчас очень актуальны такие большие шоперы. Как, допустим, на подиумах, на показах балансиага, девушка идет в нежном платье, но с огромной такой сумкой, потому что сейчас комфорт важнее всего. Здорово. Лена, благодарю вас за то, что пришли к нам в нашу летнюю студию. Обязательно хотелось бы продолжить тему. Возможно, в наших каких-то материалах мы с вами встретимся. Обязательно и послушаем подробные советы по тенденциям этого лета.